На самых статусных соревнованиях эти парни неизменно чувствуют себя, как рыба в воде. Шутка ли? Каждый год сборная России, основной костяк которой составляют видновские спортсмены, привозит с чемпионата Европы победный трофей. При этом 22 раза он был высшей пробы. Естественно, чтобы поддержать такую спортивную форму, необходимы постоянные тренировки. Летом, понятное дело, основной акцент на езде на мотоцикле. А вот зимой все внимание на общеукрепляющие занятия. Инфраструктура гордо видная, как нельзя лучше подходит для подготовки спортсменов. Здесь есть хорошо оборудованный бассейн и дворец спорта, а огромное количество лесных массивов, находящихся в черте города, позволяют проводить тренировки на свежем воздухе. В нынешнем году команде «Металлург» исполняется 45 лет. Возраст солидный. За эти годы наработан огромный опыт, который с успехом используется, в том числе и при подготовке молодых спортсменов. Выходной, когда мотоболисты могут себе позволить расслабиться только один – воскресенье. В остальные дни тренировочная программа весьма насыщена. В понедельник, среда, пятница во дворце спорта тренажерный зал, игровой зал, вторник, четверг бассейн лыжи, в субботу лыжи. То есть две тренировки в день и очень разносторонние. После четырех неудач в прошлом сезоне наша команда вновь стала победителем чемпионата Европы. В год 45-летия создания команды спортсмены и тренеры планируют повторить успех 2016 года. Поэтому заниматься нужно с особым усердием. Тем более, что перед первыми баталиями потренироваться на мотоцикле времени практически не будет. У нас погодные условия не очень хорошие. Раньше, лет 20 назад, мы даже выезжали на сборы, постоянно Краснодар. Ну, в этом году мы сначала готовимся физически. А тренировки начнутся в конце апреля при выезде на юг перед Кубком России. Пару тренировок должны мы провести. Начался сезон с пополнения команды. Состоялся переход игрока агрокомплекса из Краснодарского края Анатолия Касьянова в Видновский Металлург. В прошлом сезоне Анатолий оказался на третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России по мотоболу. В новой команде, как оказалось, подготовка к соревнованиям куда серьезнее. Очень трудно привыкнуть к такому темпу тренировок. Очень сильные нагрузки по сравнению с теми, которые были у нас там. Ну, очень трудно привыкнуть. Технику подготовили к новому сезону еще в прошлом декабре, хотя, как известно, совершенству нет предела. В межсезоне разбираются и перебираются даже те узлы и агрегаты, которые вроде бы не дают повода для беспокойства. К физической форме такой же подход, ведь главный рецепт успеха в гармонии человека и мотоцикла. В борьбе за первое место это надо постоянно, постоянно работать. Потому что, как правило, все команды стремятся, главное, у новых команд, значит, у металлурга выиграть и уже можно себе обеспечить авторитет нашего диспорта. А металлургу надо постоянно подтверждать именно вот свое лидерство. Подобный тренировочный режим, как мы могли не раз убедиться, дает свои результаты. Вряд ли стоит сомневаться, что в этом году спортсмены порадуют своих поклонников новыми победами. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.